Как мирно сосуществовать в мультикультурном обществе, не нарушая этические и правовые нормы? Вопрос, который остается актуальным и по сей день. Два месяца интенсивного обучения от гильдии межэтнической журналистики показали ученикам вопросы национальной политики и этнокрессиональных отношений. К примеру, сегодня по учебной программе у нас запланировано выездное мероприятие. Мы решили посетить торжественное открытие Дома татарской культуры. Это возможность не просто зарядиться атмосферой праздника, но и закрепить знания на практике и познакомиться с руководителями национальных некоммерческих организаций. Школа была реализована по инициативе гильдии межэтнической журналистики, как система повышения квалификации для работников прессы, работающих с межнациональной тематикой. В этом году курс организован совместно с Федеральным агентством по делам национальности в 25 городах страны – Архангельске, Астрахани, Барнауле, Москве, Новосибирске и в других городах. На мой взгляд, межэтническая журналистика – это тот объект, который позволяет взаимодействовать между общественностью и институтами гражданского общества, в данном случае этнической направленности. То есть мы говорим о том, что есть национальная культурная автономия, они проводят мероприятия, и журналистика в этом понимании должна раскрывать какие-то мероприятия, темы, в целом, в принципе, что такое национальная культура, какие традиции она базирует в нашем городе, в данном случае, в Новосибирске. Спектр тем, затрагиваемых в рамках школы, очень разнообразен, начиная от правовых норм, заканчивая этнотуризмом, пониманием этнической территории как бренда. Экспертами курса выступили действующие журналисты, лекторы и специалисты в области национальной политики. В качестве примера тщательного отбора экспертов может служить тот факт, что лекцию про использование жанров в межэтнической тематике рассказывает Александр Колесниченко, который выпустил настольную книгу журналиста и описал практические методы и приемы. В учебных заведениях и вузах в списке обязательной литературы можно встретить эту книгу. Я считаю, что школа межэтнической журналистики, она важна не только для журналистов, не только для студентов, которые обучаются по данному направлению, она важна для людей, которым это, в принципе, интересно, важно, потому что, еще раз повторюсь, взаимодействовать в социуме с людьми разных национальностей, разных культур, разных вер, это очень важно, мне кажется, на сегодняшний момент, потому что мы тем самым разрушаем какие-то стереотипы, которые со временем у нас накопились, непонятные какие-то, неприятные для многих национальностей, для многих народов. Помимо теоретических знаний, школа также имеет и практическую направленность. Ее участники посещают фестивали, праздники и знакомятся с активистами и руководителями автономии. Каждый участник получил возможность пополнить свое журналистское портфолио и опубликовать авторские материалы на федеральном сайте «Нацакцент», а также в других СМИ. На сегодняшнем мероприятии я узнал, как правильно вообще берутся интервью, как делаются бэки, как вообще ставится камера, какие вопросы нужно задавать и сколько дублей нужно снять, чтобы материал вышел в эфир. Вот. И познакомился, в принципе, с работой журналистики, потому что напрямую я никогда не сталкивался, как брать интервью. Я фотографировал, а именно съемка видео для меня было что-то новое и такое интересное. В первую очередь самой главной мотивацией и ожиданием был тот факт, что мы сможем посетить множество разных концертов, мы увидим представителей разных этносов, это будет веселое приключение, в котором я прямо сейчас участвую. Они все реализуются вот прямо сейчас.